Доброе утро! Доброе утро! Опускаемся вниз. Если вы еще в кровати, либо на диване, то прекрасно остаемся лежа на спине. Ноги мы приподнимаем вверх, руки перед собой. Мы делаем легкие скручивания подбородок груди. С круглой спиной несколько раз поднимаемся наверх. Почувствуйте, как напрягаются прямые мышцы живота. Спина наверху немного округляется. Расслабьте подбородок. Делайте выдох наверху еще. Три, два и один. Хорошо. Следующее упражнение. Что мы делаем? Мы остаемся лежа на спине, руки вдоль корпуса. Ноги сгибаем в тазобедренном коленном суставе на 90 градусов. И поочередно сгибаем, разгибаем коленный сустав. Левая, правая. Можете смотреть на нас в телевизор, либо себе в потолок. Если вам это положение очень легкое, можно приподнять корпус. И то же самое. У вас будет еще больше напрягаться ваш пресс. Почувствуйте, как появляются у вас кубики на животе. Еще четыре, три, два и один. Хорошо. Следующее упражнение. Руки мы открываем в сторону. Правую ногу приподнимаем вверх, вторую ногу выпрямляем. И скручивание в одну сторону. Почувствуйте расслабление в поясничном отделе. И в другую сторону. Это, кстати, упражнение у меня в последнее время топ номер один. Оно клевое, правда. Растяжение поясничного отдела. Потому что весь день мы сидим, стоим. Особенно если у кого есть грыжи или протрузии. Вообще топчик. Очень-очень добавляет комфорт. Давай сделаем в одну сторону. И в последний раз в другую сторону. Ой, прям хорошо. Самая приятная часть. Приподнимите подбородок, обхватите колени. Сделайте легкие перекаты на пояснице. Представьте, что поясница должна продавить пола, позвоночник. Стал как будто лук круглый и натянутый. Желательно на этом упражнении, я думаю, чтобы вы лежали немного на твердой поверхности. Можно на ковре, но не прямо на голом полу или кафеле. Можно что-нибудь подложить, чтобы это не была, наверное, сильно мягкая кровать. Можно еще делать на горячем песке. О, это будет самый идеальный вариант. Хорошо-то как. Все классно. Доброе утро всем. Выполняйте этот комплекс. Я проснулась просто. А я получил релакс из личного отдела и прокачал пресс. Всем хорошего дня. Ну и какой сегодня день? День экологических знаний. Начиная с 2011 года в Казахстане ежегодно еще и отмечается замечательный светлый праздник – День влюбленных, посвященный великой любви героев казахской легенды Козы Корпеш Баян Сулу. Любовь – это основа мироздания, исцеления, движущая сила и залог успеха в любых начинаниях. Ну а мы говорили сегодня о том, что сегодня День экологических знаний. И на эту тему у нас сюжет. Давайте посмотрим. Систематически в Каргантинском экомузее проходят семинары и тренинги, основной задачей которых является научить людей экологически мыслить. Умение взаимодействовать с природой, формирование экологических взглядов позволит экономично пользоваться ресурсами и не навредить земле. Зелёные города возможны везде, но это сложный вопрос. Нужно очень много времени для того, чтобы разобраться в этой системе и знать текущую ситуацию. При этом необходимо учесть, что всё меняется изо дня в день. Самая основная задача – это сохранить зелёные насаждения, деревья. Обновлять зелёный фон очень важно, но какой будет толк для человечества от молодых саженцев, если старое вырубается, спиливается? Всё, что уже у нас есть, всё, что важно для жизни, нужно ценить и беречь. Поверхностные экологические знания уже принесут пользу окружающей среде. Приведём несколько примеров. Осенью многие люди выходят на субботник с огромным количеством мешков убирать опавшую листву. Вместо того, чтобы она гнила с остальным мусором на свалке, можно вкопать её или в грядки, или под деревья. После перегнивания листья превратятся в гумус и станут хорошим удобрением. Также о побелке деревья входит множество споров. Считается, что таким образом кора защищена от вредителей. С другой стороны, извести прочие красящие материалы снижают проницаемость коры. Раньше времени могут отмереть и корни. Экологи говорят, если уж люди занимаются побелкой, то наносить её нужно не по всему стволу до кроны, а лишь у основания. Что сделать полезного для природы сейчас? Из 168 часов в неделю выделить один, выйти на субботник. Позаботиться о состоянии своего двора, участка или сквера. Даже самый мелкий мусор засоряет почву, не позволяя корням растений получать достаточно кислорода, воды и питательных веществ. Конечно, сил одного человека недостаточно для улучшения состояния окружающей среды. Но понимание того, что своими действиями мы не вредим, а наоборот способствуем комфортной обстановке, приносит удовлетворенность. Ну и далее гороскоп прямо сейчас. Подходящий день для обсуждения вопросов, связанных с работой, сегодня у Овнов. Хорошо проходят встречи с потенциальными партнерами и работодателями. Проще всего поладить с женщинами, даже малознакомыми. Они моментально сегодня станут вашими союзниками. Тельцам сегодня не стоит уделять внимание безнадежным делам. Не делайте день труднее, чем он есть на самом деле. Сегодня есть риск ввязаться в сомнительные авантюры. Не пытайтесь понравиться всем вокруг. Лучше сосредоточиться на том, чтобы сохранить хорошее отношение с людьми, которые вам дороги. Много важных дел сегодня ждут близнецов. Экспериментируйте, результат вас не разочарует. Подходящий день для общения хорошо проходят встречи в деловой и неформальной обстановке. Легко найти новых союзников. Друзья порадуют хорошими новостями и заманчивыми предложениями. А любимый человек – приятным сюрпризом. Сегодня у раков есть шанс найти людей, которые будут помогать вам во всем. Однако для того, чтобы произвести на них хорошее впечатление, придется потрудиться. Внешний вид тут играет не последнюю роль. Так что уделите ему особое внимание. Могут появиться новые дела, которым придется отдать много сил. Проще справиться с ними будет тем, кто готов учиться новому и не цепляется за устаревшие представления. Сегодня у львов есть шанс все изменить к лучшему. Главное, что от вас требуется сейчас – это самообладание. Без него далеко не уйти. Возможны провокации, на которые нельзя никак поддаваться. Если вы будете обдумывать каждый шаг, то не допустите ошибок. Девам сегодня стоит больше общаться с людьми, которым вы доверяете. Это поможет по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. Не стоит связывать себя какими-то обязательствами. Не исключено, что вам придется нарушать какие-то давние договоренности, из-за которых возникнут неприятные моменты. Но конфликтов не будет. Более того, наладятся отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Благоприятный день сегодня у весов. У вас многое получается хорошо. Появляются новые идеи, которые удастся вскоре воплотить в жизнь. Не все, конечно, дается легко. Трудности могут возникать там, где вам требуется поддержка и помощь других. Не исключены временные финансовые проблемы. День подходит для учебы и обмена опытом. Противоречивый сегодня день у скорпионов. Это время не подходит для деловых переговоров. Хоть и не сразу, но вы найдете способ справиться с трудностями. Вторая половина дня подходит для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы и чем-то порадовать себя. Удачный и плодотворный день сегодня у стрельцов. Будет возможность заняться новым интересным делом, а заодно научиться тому, что вскоре пригодится. Не просто будет вести деловые переговоры. Вы легко поддаетесь на провокации. Сложные вопросы лучше решать самостоятельно. Непростым будет начало дня сегодня у козерогов. Вам предстоит заняться сложными делами и иметь дело с неприятными людьми. Нужно запастись терпением и по возможности никому не показывать своих эмоций. Не исключены знакомства, которые со временем получат романтическое продолжение. Не стоит сегодня ссориться водолеем. Важно сохранить хорошее отношение с коллегами и руководством. Иначе справиться даже с привычной работой будет трудно. Помните, что сейчас многое зависит именно от вас. Не предъявляйте к окружающим слишком высоких требований. Нужна осторожность там, где дело касается денег. Трудно сохранять спокойствие сегодня будет рыбам. Хотя близкие люди порадуют вас сюрпризами. Любимый человек поймет, что у вас на душе. Небольшая прогулка или просто спокойный отдых помогут вам почувствовать себя лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, наш дорогой зритель. Я надеюсь, что вы нас рады видеть так же, как и мы рады для вас каждое утро готовить. Сегодня мы будем готовить что-то очень вкусное. И я попрошу помочь мне Фархата. Фархат! Ваш любимчик Фархат. Доброе утро. Я опередила. Кстати, обязательно желайте друг другу доброго утра. Это такой важный ритуал, когда вы человеку практически говорите о том, что вы его любите, что вам не все равно. Приступим. Сегодня мы с вами будем готовить пицца-бутерброды. Я уверена, что такого вы еще нигде не видели. Просто мы большие выдумщики. Да? Для этого нам сегодня понадобится тостерный хлеб или любой другой хлеб, который есть у вас дома, просто порежьте его тоненько. Твердый сорт сыра, на выбор, как вам нравится, по вкусу. Майонез. Его для склеивания только надо. Калорийненько сегодня, да. Это клей, в роли клея будет выступать у нас майонез. Сосисончики, помидорчики, зеленушечка. Все? Да. Все. Будем приступать. Так, выдаю тебе один хлебушек. Мы готовим вдвоем, каждому по одному. Нам необходимо сосисончики и помидорчики кубиками мелко нарезать. Мы же будем все в общей тарелке смешивать. Ну да. То есть помидор с меня сосиска? А, с меня сосиска, с тебя помидор. Можно и так. Одной сосиски будет достаточно? Конечно. На один хлебушек? На два хлебушка одна сосиска? Да. Все. Это шпица. Поехали. Посмотрите, как я режу. Сначала разрезаю сосиску напополам, затем вдоль и полосками. Мало ли, вдруг вы не знаете, как резать сосиски. И нарезаем на мелкие-мелкие кубики. Мне, кстати, нравится, как повара режут как-то вот так. Сейчас мы с вами попробуем. Фарха только не смейся. О, смотри, смотри, сразу начал включать повара. А подсказала-то я. Напомнила. Напомнила. Напомнила, как правильно нужно резать. Смотри, смотри, я тоже так умею. А, а, могу. Так, сосисончик готов. Я отправляю его к помидоркам. Да. Скрещиваем сосисоны с помидорчиками. Это точно будет вкусно. Опаньки. Помню, что помидоры нам для сочности. Далее мы добавляем туда сыр. Да. Сыр. Как-то я не уверена сейчас ты это сказал. И зелень. И даже я засомневалась. Сыр, наверное, не лезь. Я тогда порежу зелень. Давай. А ты сыр и майонез добавляй. Да, давай. На свое усмотрение. Самую нудную работу делаешь ты. Это, знаете, когда готовите окрошку, и вам необходимо большое количество зелени, и нужно весь укроп отделить от ножек. То еще занятие, да? Но для этого у вас есть члены семьи. Сразу просите о помощи. Не буду весь, наверное, выкладывать сыр. Хотя кого я обманываю. Выкладываем весь. Делаем вкусно. Мы любим много сыра. Прекрасно. Никогда еще в жизни сыр не выкладывала ножом. И майонез. Для майонеза мне понадобится ложка. Майонез нам необходим только для склейки. Поэтому немножечко. Пожалела. Еще. Немножечко. Еще. Хочется. Прекрасно. Перемешиваем как следует все это дело. Вкусненько, вкусненько будет нам сейчас. Так, хорошенечко перемешиваем. Это важно, чтобы все ингредиенты перемешались с нашим соусом, майонезом. Какие-то специи сюда добавлять не стоит, потому что сыр, скорее всего, соленый. Майонез соленый. Я не знаю, как готовят поваров, но мне кажется, что у них обязательно входит в подготовку тренажерный зал. Моя рука постоянно в шоке. Начинка готова. Мы можем ее выкладывать на хлебушек. Да? Да? Я первая? С твоего позволения. Да, мы вперед. Так. Можно его как будто немножко намазывать? Можно и так. Смотри, какая жадная. Мне остается. Фархад, извини, конечно, каждый сам за себя. Молодая. Держи. После того, как Фархад закончит начинять свой хлебушек, пиццу-бутерброд, мы отправляем их в духовку, предварительно разогретую, до 180 градусов. И находится она там у нас какое количество времени? Как подзолотиться? Минут 10-15. Минут 10-15. Прекрасно. Так, у нас есть уже специальное для этого... Гастрономчик. Так, выкладываем. Я очень хочу показать, как скромно выглядит пицца-бутерброд Фархада. Внимание, это вариант Фархада, это вариант Тати. Кому бы вы пошли в гости, вопрос. Отправляем в духовку, доверяю это тебе. И ждем 10-15 минут, пока зазолотится наш пиццебрадик. Ура! Ой, надеюсь, оператор сейчас не оглох. Готовы наши пицца-бутерброды. Я очень хочу их попробовать. Сейчас Фархад их будет выкладывать. Хорошенечко они подзолотились. И они, по-моему, даже хрустят. Так, Фархад, бери свой тонкий бутерброд. Культурный, ну не могу. Сочный. Вот именно такой должна быть ваша жизнь. А для этого нужно что-то делать. И можно начинать вот с таких вот классных завтраков. С классных завтраков. Друзья мои, по традиции мы желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. И ждем вас уже совсем скоро в нашем эфире. Ваш Тати и Фархад. И бутерброды. Ну и какие были события в разные годы в нашем регионе, посмотрим сейчас хронограф от Рушана Бараева. 1952 год. На шахтах Караганды сегодня трудно найти рабочего, который бы не имел своего собственного радиоприемника. Только за последние месяцы радиоприемники приобрели участковый маркшейдер шахты номер 3 товарищ Шапошников, геолог товарищ Самойлов, начальник участка товарищ Шмаков. Кроме того, большинство горняцких семей имеет в домах радиоустановки от городской трансляционной сети. 1959 год. В клубе шахты номер 20 БИС, треста Ленин Уголь, горняки и жители поселка обсуждали вопрос о выселении за пределы Карагандинской области тунеядца Чичулина. Этот гражданин годами не занимался общественно полезным трудом, вел паразитический образ жизни. Чичулин потерял облик советского человека. Честный труд он предпочел попрошайничеству. На собранные от подаяния деньги он устраивает пьянки, затем дебоширит и скандалит. Общее собрание горняков и жителей поселка шахты номер 20 БИС решило выслать Чичулина за пределы области сроком на три года. В апреле 1967 года в Караганде открылся крупнейший в Казахстане гастроном «Юбилейный». Здесь расположились пять крупных отделов. Ассортимент продукции самый разнообразный. Магазин организовал доставку заказов на дом. Желающие могут позвонить по телефону 4-02-60 и заказать продукты. 1980 год. 23 года работает в Караганде детская железная дорога. Для многих школьников детское увлечение стало призванием. Из выпуска прошлого, 1979 года, четверо ребят поступили в высшие и средние учебные заведения железнодорожного профиля. Занимаются на станции ребята пятых-восьмых классов. Особенно тянутся сюда мальчишки. Но немало и девочек. Железной дороге нужны кондукторы, кассиры, дикторы. 16 лет руководит кружком Александр Петрович Ракицкий. В апреле 1987 года впервые в Караганде состоялся конкурс брейк-данса. Его организовал советский райком комсомола. Прошел конкурс во дворце культуры завода РГШО на Федоровке. Первое место заняли танцоры известного в городе диско-клуба «Контраст». На втором месте брейкеры из средней школы номер 7. Третье место завоевали ребята из третьей школы Караганды. Лучшим брейкером Караганды назван Алексей Ерофеев. 1 апреля 1997 года на селекторном совещании Аким области Петр Нефедов заявил «У нас произошло большое событие». По итогам народного хозяйства области в первом квартале план выполнен на 101%. Впервые за последние 5 лет удалось остановить спад производства. Заработали шахты, кормят, энергетика. Главное теперь развивать движение и не успокаиваться. Ну и сейчас у нас рубрика «Культурный код». Поговорим о скульптуре, живописи и музыке. Единственная венская дама, которую Густав Климт написал дважды, Адель Блохбауэр. Золотую Адель в 1907 году Климт написал по заказу ее супруга, австрийского сахарозаводчика Фердинанда Блохбауэра. Художник приятельствовал с Адель и позже изобразил ее вновь спустя 5 лет, когда уже отошел от знаменитого золотого стиля. Первый портрет был продан на аукционе за 135 миллионов долларов, второй – за 150 миллионов. Все помнят осла из фильма «Кавказская пленница», но мало кто знает, что он – ослица. Правда, Александр Демьяненко-Шурик без церемонии звал Люсю ушастым, и та отзывалась. Возможно, дело в обаянии актера или в том, что он подкармливал Люсю сахаром. Дело в том, что ослы в силу своей знаменитой упрямости плохо поддаются дрессировке. Когда нужно было стоять, Люся шла. Когда идти, вставала, как вкопанная. Применять строгие меры к животному не разрешалось. Режиссер Леонид Гайдай почитал осла библейским животным и просил обращаться с Люсей аккуратно. С момента обособления роли руководителя музыкантов во время концерта все мировые оркестры на протяжении XIX века выступали с дирижером. Первым оркестром, снова отказавшимся от дирижера, стал в 1922 году московский «Персимфанс» сокращение от «Первый симфонический ансамбль». Главной причиной его создания стала идеология нового государства, возвеличивающая коллективный труд. «Персимфанс» имел признание и просуществовал 10 лет. Позже его пример переняли другие ансамбли, и сегодня оркестры без дирижера успешно существуют в Амстердаме, Нью-Йорке, Сан-Франциско и других уголках планеты. Точная копия индийского мавзолея Тадж-Махала построена в Бангладеже миллионером-кинопродюсером Асанулам Мони, что вызвало большое недовольство среди индийского народа. Ну и какие культурные мероприятия ждут нас на этой неделе, посмотрим прямо сейчас в рубрике «Афиша». 17 апреля в Караганде с гастролями Жамбылский областной русский драматический театр. В Караганде творческий коллектив представит мелодраматическую комедию «Дикарь» 17 апреля на сцене Русского драматического театра имени Станиславского. Жамбылский областной русский драматический театр на сцене Русского драматического театра имени Станиславского представляет 19 апреля спектакль «Стендап. Шутники». 15 апреля во Дворце культуры Горняков «Тунда Мюзик» представит проект, который вдохновляет и культурно просвещает через живую музыку рок-концерт. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства с 15 по 30 апреля проходит музейный урок под названием «Эпос. Наследие века». Легендарные саундтреки любви в исполнении «Тунда Мюзик» представят во Дворце культуры Горняков 15 апреля. 17 апреля Карагандинский областной музей изобразительного искусства приглашает на выставку под названием «Искусство Казахстана». Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 17 апреля покажет драму «Айна Лайн». 17 апреля на сцене русского драматического театра имени Станиславского покажут мелодраматическую комедию «Дикарь». 18 апреля Академический театр музыкальной комедии представит проект «Чтобы помнили». Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина 18 апреля представит драму «Жас Абай». 19 апреля Академический театр музыкальной комедии приглашает на оперету в двух действиях «Небесные ласточки». Академический театр музыкальной комедии 19 апреля приглашает на кукольную сказку «Зайка за знайка». Ну и какое же наше утро без милых и смешных прямо сейчас. Академический театр «Небесные ласточки» Академический театр «Небесные ласточки» «Академический театр làm» «Небесные ласточки» «Небесные ласточки» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что были с нами И до завтра в 7.00 Добром утре на пятом канале Добавил субтитры создавал DimaTorzok